Всем привет! И сегодня мы будем с вами рисовать вот такие цветы. Они довольно простые, нам просто надо потом будет обвести вот такой тонкой ручкой, если есть, или карандашом. У меня такой маркер тоненький есть. Если у вас есть карандаш, то можно или можно даже тонкая кисточка. Вот. Здесь цветы просто такие как-то, как получится, поэтому рисуем, как получится. Давайте тогда начнем сначала с эскиза и быстренько нарисуем, что будем рисовать, а потом раскрасим. Я начну с крайнего цветка. Чтобы вы знали, все цветы очень такие высокие, поэтому вы желаете их делать. Это вот не такой высокий поэт. Он чуть-чуть уходит со страницы. Диана, Адель, какой у вас вопрос? Так, потом вот листики я нарисую. Они такие. Конечно, может, какие хотите рисовать, потому что цветочки даже здесь сами непонятные, поэтому да. Для них листики можете сами создавать. Я хочу спросить, почему вы так слабо рисуете? Мне плохо видно. Я рисую так, потому что потом в конце, когда мы снимем акварель, надо всегда слабо рисовать, а просто забываю, что надо рисовать. Да, если вам плохо видно, можно попросить. Вы тогда рисуете все равно тонко или не ярко, чтобы когда мы раскрашивали, не было видно карандаша. Спасибо. Спасибо. У меня вот больно маленький цвет листик получился. Я вот что-то побольше вот так делаю. Я стираю всё, что внутри. Потому что если вдруг что-то не понравится, надо стирать, то всегда можно будет стирать. Но если больно темно, то останется след. Спасибо. 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 И вот у меня здесь такой листик есть внизу. И теперь на этой стороне также столько же листиков мы рисуем. Примерно такого размера. Только здесь ещё будет потом у каждого листика обводка. Не так, чтобы его обводят, а как бы рядом ещё такой листик получается. И эта обводка идёт сверху вот по линии, потом вот уходит вот сюда вот. Тоже самое вот здесь, только здесь не очень идёт по линии. Всё. Здесь постов нету. по линии, потом. По линии. Угу. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Арина говорит, что подождет чуть-чуть. Заканчивайте. Продолжение следует... 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 Я уже закончила. Можно показать? Давай. Молодец, красиво. Да, молодец. Да, молодец. Супер. Вот, после этого мы будем с вами рисовать, который... Вот следующий этот тюльпан-цветок, или я не знаю... Нет, не тюльпан. Маг, наверное. Маг вот будем отрисовать. Можно? Так, теперь я вот рядом опять очень коротенький такой цветочек рисую. Стебелек идет до последнего листика. И мы делаем его очень близко, потому что у нас здесь очень много цветов будет идти еще. Потом я рисую вот такую чашечку чуть-чуть какую-то. Она потом будет размытая, но... И рисую просто форму цветка. Да, но тут так-то будет три коротенького лепестка. Сейчас его тоже нарисую. Они идут вот по этому цветку и вот сюда вот заходят. Я вот просто сразу нарисую вот эти три лепестка. Лили, какой у тебя вопрос? И они все разные... Ничего, что я вот так вот сделала. Покажи, давай. Вот так, а вот так. Не страшно, просто у тебя так цветы больше места оставляют, наверное, цвета. А, ну хорошо. Все, вот такой у нас цветок следующий. Дальше у нас очень близко, будет еще один, только выше. Вот этот вот. Вы готовы или надо подождать кого-то? Подождать. Хорошо, давайте я дам вам минуту, чтобы нам успеть... Спасибо. 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 Все. Все, готовы дальше, тогда давайте. Да. Дальше я рисую еще один стебелек прямо рядом уже с маком. Можно даже один палец от него, от стебелька. Вот, и потом поднимаю чуть повыше. И вот рисую цветок. Вот сначала я рисую серединку такая вот. Немножко размытая, но... Я постараюсь, я вот не буду прям так повторять, но я нарисую такими прямыми формами, чтобы как-то сохранить размер правильный. Я буду рисовать прямыми явлениями, чтобы размеры понять, а потом, когда уже немножечко раскрашивать только, да? Сюда вот положить. Что она потом доказывает. 20 минут. Сделали? Да. Нет. Я сделал. так. Тогда давайте дальше. Сейчас я это рисую. Так. И... Теперь мы нарисуем вот этот очень коротенький крохотный цветочек снизу, желтенький. Он опять чуть побольше, он чуть побольше расстояние на вот эти два цветка. И так. И он очень короткий, он только снизу. Вот довольно вот красиво такая форма. У него довольно вот красиво такая форма. И вот оканчивается лепесток, прям видно. Потом выхвалишься. И вот отсюда вот еще один такой. Отходит. Отлично. Отлично. Угу. Угу. Идёт. Угу. Угу. И вот это я побольше сделаю, потому что вот этот будет лепесток за нашими цветами, поэтому мы его не стираем когда. Не стираем стебельки у цветов, он за ними. Вот так вот, и дальше нам осталось последний цветок вот в самом крае, и потом бабочку. Я вот оставляю немножко места, когда делю вот это оставшееся пространство пополам, и поднимаю довольно высоко цветок. Они примерно одинаковой высоты, как вот этот первый наш цветок. Вот я и потом я вот тут вымаю вот так и делаю лепестки. Я сделаю. Хорошо. Сейчас дай всем остальным. Сейчас дальше пойдем. Тут я вот так вот округляю, вот такую чашечку создаю. И теперь надо листики нарисовать. У этого будет... У этого 7 листиков, поэтому... Вот первые 4 вот с этой отводкой опять будут. Поэтому я сначала нарисую сам листик, а потом обведу. Вот здесь еще один такой будет с обувием. Водка. Вот этот будет прям повторять. Есть тоннолички, поэтому надо еще рисовать. А вот у этого чуть надо рисовать. Хорошо. Потом здесь уже с одной стороны будет еще один листик с обувием. С одной стороны почти все листики с обувием. Водка. Поэтому мы их многое рисуем. Так вот. Однийpoint потом… Редактор субтитров, замусием Pharisees на репорт. Вот тут обвожу еще один листик, потом вот тут не обвожу ничего. Здесь, в принципе, начали совсем поменьше сделать, чем выше, поэтому вот так сделаем поменьше. Опять обводим, будем обводить. Вот здесь уже видно, как делится листик, ну, да, на части. Я закончил, можно показать? Сейчас, давай, Данис, Коля. Я сейчас даю суть. Вот, скажу. Спасибо за урок. Сейчас, дай мне посмотреть. Покажи еще раз. Сейчас я найду тебе. Молодец, да. Красиво. Да, все, кто мне показывали, очень красиво, молодцы. Все, вы закончили. Теперь я и подтираю все вот это вот. Сейчас я еще, бабочку на себе, сейчас я сделаю. Продолжение следует... 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 Диана, Адель, у тебя вопрос? Да, у меня вопрос. Просто я уже закончила. Хорошо, а вопрос к чему? Можешь? Вопросы-то и есть, которые я сейчас сказала. Ребята, если вы закончили, больше не хотите ничего рисовать, вы можете отключаться самостоятельно от нашей конференции. Спасибо большое вам за занятия. Да, спасибо. Не за что. До свидания. Арина, ты можешь глянуть? Вот Диана показывала работу. Да, сейчас Диана посмотрю. Диана, молодец, мне нравится, очень красиво. Да, молодец. Спасибо. Вот так я делаю. И потом я стебелек вот раскрашу таким зеленым. У меня вся картинка довольно другая получит из-за того, что у меня нет таких цветов похожих, но это совсем не страшно. Так, на одной стороне листики очень, вот эти первые два листика на этой стороне светлые, но на другой стороне они такие изумо-удные, поэтому у меня есть, я изумо-удным раскрашу. Вот листики вот на этой стороне. Я потемнее зеленый смешаю, просто возьму зло и потом в синий пучок добавлю. Вот так идет. Все вот так. И я все так закрашиваю листики. Так, и то же самое со всеми делаю. Спасибо. 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 Последний, он такой темный должен быть, но я беру побольше синий. Вот такой вот синий получается, чуть-чуть синеватый, тёмненький зелёный. А последний, просто такой светлым цветом, обводим. У меня только из чёрной марки есть, а здесь должен быть виноватый, поэтому я буду просто тоненьким обводить. И теперь на второй стороне, сначала первые несколько из них очень такие светленькие. Если обводить сверху, надо подождать, потому что сначала так высохло надо. Вот так вот. Дальше беру другой цвет оттенок. Я тоже для готова. Ты доделала, значит? Да. Хорошо. Вот здесь нижний будет, сейчас секундочку, нижний надо обвести чёрный. Я закончу. Хорошо. Сейчас все, кто закончили, посмотрю у вас через секунду. Можно уже отключаться? Да, давайте. Если готовы, то давайте отключаться. Благодарю. Покажите, работаю. Данил молодец. Злата, вы покажете, что у вас получилось? У меня вот так вот получилось. Красиво? Сейчас покажи. Подожди. Лили молодец. Да. Давайте дальше, те, кто ещё не доделали, продолжать, чтобы успеть. У нас уже немного времени осталось. Так. Я теперь следующий цветок делаю. Опять обложу сначала степелёк. Потом сам цветок, смотрите, он у нас будет такой оранжево-красный внизу, а кверху такой желтоватый. Он у меня будет такой оранжевый. Так. Продолжение следует... 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 Потом просто беру очень такой светло-розовый и закрашу. Это будет самый у нас такой светлый цвет, с этих троих. Вот так получается. Я вот так вот возьму нашу край чуть-чуть, чтобы больше было видно. Вот. В конце, когда высохнуть, можно побольше сделать. Потом, как бы, края еще, в общем, не отпустили. Так, теперь дальше надо вот этот розовый цветок, который дальше нарисовать. Вот этот посередине нарисовать. И опять ему обвожу сначала стебелек. И просто белорозовый, где получается, там, раз кашу. И опять же. Спасибо. 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 Спасибо.